МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Галины Титарчук. Сегодня глава Чувашия побывал с рабочим визитом в Козловском районе. Первым делом кортеж Михаила Игнатьева остановился на полях известного на всю республику фермера Василия Семенова. Каждый год его хозяйство становится своеобразным полигоном для внедрения новых технологий. Какие инновации местные аграрии внедряют сейчас, выяснял и мой коллега Дмитрий Ковалев. Когда в республике начинается уборочная страда, на полях фермера Василия Семенова собирают уже созревшие огурцы. Этим овощем в хозяйстве засеяли более 7 гектаров. Часть урожая планируют отправить на засолку, часть на продажу. В магазинах эту продукцию раскупают, как горячие пирожки. Весь секрет в грамотно подобранных сортах. Какой это у вас? Это сорт диета. Это кандельбагнер. Здесь герман. А вот хороший сорт. Как раз для реализации, стандартная для селения. В идеальном варианте. Удерживать марку помогают и новейшие технологии. Инновации в свое дело фермер внедряет постоянно. Недавно возвел новое хранилище и оборудовал систему мелиорации. В этом году на его полях появился и вот такой агрегат. Машины упрощают в разы процесс сборки огурцов. Огурцы теперь собирают лежа, под навесом и на мягких матах. В таком комфорте люди и работать начали быстрее. Картина непривычная. Для чувашии эта технология пока ноу-хау. Впрочем, механизация ручного труда – процесс, необратимый для каждого хозяйства. Особенно в условиях ВТО. Начинание и креативные идеи власти республики готовы поддерживать. Сейчас-то государство выделяет огромное внимание на развитие сельского хозяйства. Ибо у нас тоже таких площадей были в советские времена. Такие площади были в советские времена. И сейчас вот как раз это яркий пример для того, чтобы психология менялась. И наши потребители на потребительском рынке покупать могли, соответственно, выращенную продукцию на землях Чувашской республики. Наступила жаркая пора и в школе на станции Тюрлема. Здание готовят к новому учебному году. Капитальный ремонт планируют завершить уже в июле. В коридорах покрасили стены и уложили плитку. В классах установили новую мебель. Эта школа уже давно находится на хорошем счету. Ученики не раз побеждали на престижных олимпиадах. Для молодых талантов создают подобающие условия. Современные компьютеры, спортивные снаряды и стипендия. Надежды учителей ребята оправдывают и поступают в престижные вузы. Теперь все в порядке и заработной платой. Она повысилась почти наполовину. Учителя получают более 15 тысяч рублей. В ближайшие годы встанет вопрос и в строительстве нового корпуса. Количество учеников увеличивается с каждым годом. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Побывал глава республики и на заводе по производству автофургонов. Это предприятие несколько лет не работало. А сегодня здесь появились новые рабочие места и перспективные проекты. Раньше в этих цехах производили строительные материалы. Новые собственники начали все с нуля. Сейчас здесь собирают фургоны для автомобилей. На заводе установили новейшее оборудование. Недавно закупили лазерный комплекс для сварки. Удалось получить лицензию на производство кузовов военного назначения. Теперь с конвейера на автошасси устанавливают фургоны для перевозки взрывчатых веществ. В цехах собирают передвижные лаборатории и мастерские на колесах. Завод обеспечил себя заказами на три года вперед. Новые предприятия уже демонстрируют неплохие показатели. Только в первом полугодии была отгружена продукция на сумму 95 миллионов рублей. Это производство – флагман местной экономики. После его закрытия многие жители подались на заработки в Москву. Сейчас люди возвращаются. Здесь создали более ста рабочих мест. Итоги своего рабочего визита Михаил Игнатьев подвел на совещание с активом района. Говорили не только о достижениях, но и проблемах. В отрасли здравоохранения ощущается дефицит молодых кадров. Местная экономика тоже развивается слабо. Глава республики отметил, что все зависит от эффективной работы местных властей. Общероссийская головная боль ЖКХ. Коммунальные проблемы, увы, не обходят стороной и нашу республику. Что необходимо сделать, чтобы отопительный сезон начался вовремя, а количество долгов уменьшилось, говорили сегодня в Цивильске. Ольга Пырочкина слушала предложение. Почти три сотни котельных, около семи десятков насосных станций, тысячи километров различных сетей. Все это жилищно-коммунальное хозяйство республики. Изношены в сети сотни и тысячи объектов инженерной инфраструктуры в среднем на 63%. Чтобы все батареи вовремя стали горячими, на подготовку к осенне-зимнему периоду планируется потратить почти 480 миллионов рублей. На данный момент готовность к холодам составляет только 30%. С 1 октября отопительный сезон должен начаться. И мы, в принципе, министерством сдвинули сегодня плановые графики на две недели раньше. И к 15 сентября все наши объекты, жилищно-коммунального хозяйства, должны быть подготовлены. До осени еще время есть, а вот для установки общедомовых счетчиков вышли уже все сроки. Приборы учета должны были появиться во всех домах еще до 1 июля. В середину месяца 100% оснащенностью счетчиками могут похвастаться только 18 муниципальных образований. Сегодня не завершена работа в Мариинско-Пасадском, Севильском, Чебоксарском районе, город Чебоксар, Новочебоксарск, Аллаты, Шумерли и Канаш. Причем тот процент показательный, которыми недооснащены общедомовые приборы учета, они в каком-то муниципалитете, там две штуки остались, пять штук, три, где-то один прибор. Была проведена работа со всеми муниципалитетами, все представили графики выполнения работы. Хотя, в принципе, согласно графикам, вы и обещаете до конца июля все эти приборы учета установить. Но я возвращаюсь к срокам, когда до 1 июля мы обязаны были 100% обеспечить. Впрочем, даже там, где разобрались со счетчиками, все негладко. Пожалуй, одна из самых актуальных проблем – долги. Я назову только три цифры. По состоянию на 1 июля текущего года сумма просуждения задолженности населения за коммунальные услуги составляет 35,5 миллионов рублей. Из них, к сожалению, 5 миллионов – это безнадежные, проработанные через судебных приставов в виде испанклистов. Задолжали по коммунальным услугам не только граждане, но и организации жилищно-коммунального комплекса за потребленные ресурсы. Опять в сентябре, в октябре начнется совместное выяснение отношений. Давать, не давать, когда погасит долги. Опять будем графики подписывать, которые в конечном счете никто или не может исполнить. И для самоспокоения все это делается. Здесь нужно на разговоры, в первую очередь, вытащить, как они сами видят вот эту ситуацию. Итак, где-то долги за газ, где-то проблемы с переводом домов на индивидуальное отопление. Ну а в некоторых районах вообще перебой с элементарными благами цивилизации. Пожалуй, самый явный пример – горячее водоснабжение в Шумерле. 7 год горячей воды нет, да? В Шумерле. 8 лет. 8 лет? 8. Нормально, в 21 веке, 8 лет отсутствия горячей воды. По словам главы администрации Шумерли, за такой некороткий временной отрезок жители сами придумали, как решить проблему. Они устанавливают различные нагревательные приборы. Хотя это нередко приводит к пожарам, и проблему коммунальщиков вынуждены решать пожарные. Когда ситуация изменится, неизвестно. Премьер-министр призвал власти Шумерли обратить внимание на мытарство жителей. Ольга Пыречкина, Николай Яковлев, Республика. К сведению водителей. Дорожники обещают завершить ремонт Октябрьского моста к концу недели. Работа в столице продолжается уже месяц, хотя подрядные организации обещали справиться с ним за неделю. Как говорят в администрации города, ремонтники сначала не сразу выявили недостатки, которые увеличили срок ремонта, а затем и поставщики материалов затянули по срокам. Автомагистраль же по базовому проезду будет перекрыта с 7 утра 20 июля до 5 утра 22 июля. Дорожные организации займутся перекладкой водопровода. Движение будет организовано в объезд по существующей уличной дорожной сети. Чувашстат опубликовал данные о денежных доходах жителей Чуваши. По оценочным расчетам, номинальный доход в январе-июне 2013 года составил 105 миллиардов 27 миллионов рублей. По сравнению с таким же периодом 2012 года увеличился на 17%. Доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, в январе-июне увеличились почти на 12%. По предварительным данным, в среднем за месяц на одному жителю республики за 6 месяцев 2013 года приходился доход в размере 14 тысяч рублей. Основная часть доходов расходуется на покупку товаров, оплату услуг. Эти траты составляют 76% бюджета. На обязательные платежи приходится 8% доходов. Сберегаемая часть доходов – вклады на счетах, приобретение ценных бумаг, изменение задолженности по кредитам, приобретение недвижимости, покупка населением скота и птицы – 15% расходов граждан. Почти 2% тратится на покупку иностранной валюты. По данным Чувашстата, превышение денежных расходов над доходами составило 1%. Продолжаем выпуск. Летом жара, солнце. Пара отпусков и каникул в самом разгаре. Вот и юные телеведущие передачи «Бухты-барахты» решили зря времени терять и отправились в Краснодарский край. Думаете, на отдых? Не тут-то было. У творчества каникул не бывает. Ребята вернулись из детского центра «Орленок» победителями Всероссийского фестиваля визуальных искусств. Детская передача «Бухты-барахты» национального телевидения заняла первое место среди телевизионных детских программ России. 17-й Всероссийский фестиваль визуальных искусств в «Орленке» объявляется открытым! Президент фестиваля – народный артист России Дмитрий Харатьян. Первый смотр визуальных искусств состоялся еще в 97-м году. И с тех пор в Краснодарском крае в детском центре «Орленок» каждое лето собираются дети, которые интересуются телевидением, кино, компьютерными играми, фотографиями и всем, что связано с визуальным искусством. Наши юные коллеги с «Бухты-барахты» участвуют в мероприятии уже второй год. В прошлом году заняли третье место. В этом году уже первое. Тенденция очень хорошая. Очень приятно, что нас пригласили на этот фестиваль. Приятно, что о чебоксарских детских программах знают на всероссийском уровне, потому что мы столько работаем, столько лет я уже работаю для того, чтобы в Чувашии были свои детские программы. И когда это получается, конечно, это безумно приятно. Основные номинации фестиваля – кинематограф, игровые картины российского производства, режиссеры 21 века, компьютерные программы, фотокросс, телевидение – формируются из телевизионных детских программ, региональных и центральных телекомпаний. Именно в этой номинации передача «Бухты-барахты» заняла первое место. Первое место – передача «Бухты-барахты». Ура! Праконец-то! Первое место! Баш! Молодец, что это было заставало! Чебоксары! Молодцы! Здорово! Нарады за вас! Спасибо! Поздравляемся! «Бухты-барахты» понравилось всем. Замечательная программа. И мне кажется, что вы должны также и работать в таком же ключе. Потому что программа как раз отвечает всем параметрам тех требований, которые мы предъявляем. И дети ведущие, и о детях. И замечательно все сделано. А гран-при удостоилась программа «Увлеченные детством» из Ульяновска. И получила приз фестиваля – статуэтку «Хрустальный пингвин». Все фильмы, телепередачи, творческие работы, игры, программы, представленные в каждой номинации, оценивала детское жюри. А работу ребят возглавлял председатель, известный деятель культуры и искусства. И мне очень понравилось детское жюри. Это были настолько глубокие ребята, что они искали в каждой программе что-то полезное, доброе. То, что зацепило бы зрителя. И программы на поверхностные темы, например, о красоте, о том, как правильно ногти красить. Они даже не досматривали и не рассматривали их в качестве победителя. Поэтому, конечно, приятно получить такую награду. Тем более, что когда оценивает именно детское жюри, та аудитория, для которой ты работаешь, это еще вдвойне приятнее. Во время фестиваля дети не только знакомились с готовым продуктом, фото и видеоматериалами, но и сами с удовольствием участвовали в мастер-классах. Занятия проводили актеры кино и телевидения России. Полную версию Всероссийского фестиваля визуальных искусств смотрите 19 июля в 20.00 в передаче «Бухты-барахты». Наши юные телеведущие расскажут вам о своих невероятных приключениях в детском центре «Орленок». В эти минуты в Чувашском академическом драмтеатре идет премьера комедии «Любовь и тыква». Спектакль поставлен по пьесе Ивана Студнюка. Режиссер – заслуженный артист Чувашской республики Валерий Карпов. Художник – народный артист СССР Валерий Яковлев. Наша съемочная группа побывала на генеральной репетиции. Сегодняшний зритель, конечно, очень тяготеет к комедиям, веселым спектаклям, не хочет слишком себя тревожить. История этой пьесы очень любопытная. Я думаю, что это такой мажорный, радостный, оптимистический спектакль для зрителя. Нет никаких тут привольностей, всяких там грубостей. История разворачивается в 60-е годы прошлого века в одном из украинских сел. Главный герой Максим получает повестку на службу в армию. Это не омрачает находчивого парня, шутника и балагура. Он надеется, Маруся его дождется. Но все же, желая обезопасить себя от возможных соперников, он рассылает всем мужчинам в деревне горбузы, то есть тыквы, от имени любимой им девушки Маруси. Традиционный на Украине знак отказа в сватовстве. Чем вызывает переполох в селе. Собрание колхоза даже хотело лишить Максима почетной обязанности служить в советской армии. Проявив смекалку и инициативу во время учений, герой получает звание младшего сержанта и возвращается на побывку в родное село. А там его ждет известие. Маруся выходит замуж. В библиотеке имени Маяковского открылась выставка фотографии «Чебография», посвященная Чебоксарам. Организаторы собрали работы молодых, талантливых авторов. У каждого участника выставки свой взгляд на мир, свое отношение к одним и тем же вещам. Необычной серии работ Ольги Симахиной «Отражение и туман». Город в них показан не только через тонко переданное состояние природы, но и через личный взгляд фотографа. Коллекции снимков Ольги Герасимовой «Отблески ночи» и «Дарьи Ильиной» «Огни ночного города» на первый взгляд близки друг к другу. В обеих представлены ночные чебоксары, однако атмосфера ночи чувствуется по-разному. Такому видению было у кого научиться. Наставник участников выставки Эдуард Кранк, основатель фотоклуба «Открытая диафрагма». Его работы также представлены на выставке. Вторая серия очень старая. То есть это снимки конца 70-х годов, которые чудом уцелели. Я их отсканировал. Чем они уцелели даже, я не знал, что они живы. И я увидел, что они представляют большой интерес. И в том отношении, что интересно, как жили люди когда-то давно. И мне кажется, они представляют художественный интерес. Выставка окунула меня не только в мир красивых современных чебоксар, но и в чебоксар 70-х годов, что оказалось для меня познавательным. Я увидела его с другой стороны. Коллекции Екатерины Кудряшовой гипнотизируют зрителя. Выход фотографа за пределы видимого, умение обобщать в отдельном снимке то, что происходит у нас перед глазами, подкупает своей искренностью. Эту серию я снимала где-то два года. Начала снимать в 2011. Конечно, каждая выставка для меня – это опыт прежде всего. Ну и интерес. Работы авторов – это отдельная жизнь каждого из героев, запечатленного на фотографии. Ветераны занимают в экспозиции особую роль. В ней видна психологическая оценка и отражение времени. Организаторы выставки уверены, что это только начало. Чебография – это своеобразная эстафета, которая даст возможность раскрыть всю красоту родного города в других экспозициях. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня ночью с 23.00 до 4 утра 18 июля отключат холодную воду в юго-западном и северо-западном районах. В микрорайоне Богданка, сообщает водоканал Чебоксар. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на очистных водопроводных сооружениях. Воды не будет в течение пяти часов, поэтому жителям этих районов можно заранее запастись питьевой водой. Кстати, частичное ограничение давления холодной воды возможно и в других районах столицы. Проценты меньше, покупок больше. Сбербанк России снова снижает процентные ставки по потребительским кредитам. После того, как этой весной уже снижались ставки, в банке решили запустить летнюю акцию. О новых условиях кредитования в ходе пресс-конференции журналистам рассказал заместитель управляющего Чувашским отделением Сбербанка Артем Пищик. Репортаж о новом предложении Сбербанка смотрите далее. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго. Стартовала очередная акция, в рамках которой у нас снижаются ставки по потребительским кредитам в рублях. Причем снижение составляет до 4% пунктов. Ну и минимальная цифра, она уже в принципе знакомая по предыдущей акции, которая у нас проводилась весной. Минимальная цифра это 14,5% годовых в рублях. На процентную ставку в 14,5% могут рассчитывать так называемые зарплатники, то есть те клиенты, которые получают заработную плату на карты Сбербанка. Ставки для остальных клиентов составляют от 15,5% годовых в рублях. К слову, ставка устанавливается индивидуально. Зависит она от надежности и платежеспособности того, кто хочет взять кредит. При этом комиссионный сбор Сбербанк России отменил. С момента начала акции все 220 отделений Сбербанка России по всей республике перешли на усиленный режим работы. Ждать долго не придется. Сотрудники буквально в течение двух рабочих дней готовы выдать кредит на сумму до 3 миллионов рублей. Потребительские кредиты, они на текущий момент вообще для всей банковской системы являются одними из наиболее популярных. И только, например, Волгаяцкий банк, в который входит в том числе Чувашское отделение, за полгода выдал более 160 тысяч потребительских кредитов на общую сумму около 23 миллиардов рублей. Но при этом Чувашское отделение тоже внесло существенную лепту в данный показатель. И жители республики Чуваша через Чувашское отделение Сбербанка получили более 18 тысяч потребительских кредитов. Еще одна приятная новость от Сбербанка России. В чувашских отделениях появилась памятная серебряная монета, на которой изображен Веденский собор города Чебоксары. Весит она более 30 грамм. Драгоценная монета – отличный подарок на свадьбу или юбилей. Такие презенты обычно хранятся всю жизнь и передаются по наследству вместе с другими фамильными драгоценностями. Всего Центробанком выпущено 7500 таких монет. Из них порядка 500 поступили в нашу республику. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова